Всем привет дорогие друзья и гости канала, с вами вновь Павел, или Павлюш71Рус в игре Фарминг Симулятор 15. Нахожусь я на карте 1 Российский край, это карта, которую я когда-то сделал для этой игры, и продолжаю здесь развивать виртуальное сельское хозяйство. Точнее даже правильнее сказать, заканчиваю развивать, а именно у нас сейчас идет цикл заключительных видео по развитию на данной карте. Еду я из райцентра, езду там к своей девушке, у нее ночевал. Сегодня у нас, кстати, по плану уборочная. Так, давайте машину здесь поставлю. Так, нет, здесь я ее не поставлю, потому что... Давайте посмотрим, комбайны у меня тут пройдут с жатками? Пройдут, тогда можно оставлять, ушить. Так, сегодня у нас, в общем, по плану уборочная. Убирать будем... Сейчас покажу, какие поля. Так, будем убирать сегодня первое поле. Ну, посмотрим, может быть и девятое захватим, потому что поля огромные. Не знаю, сколько это займет по времени. Растет у нас там, как вы видите, рапс. Так, единственное, что нужно сделать перед тем, как заводить двигатели... Ну, запускать двигатели, наверное, правильнее сказать, на наших комбайнах. Мне нужно на нашем кране... Так, давайте запущу двигатель, объясню. В общем, надо на кране вытащить бочку из-за КАМАЗа 45-43. Помните, мы в позапрошенных там сериях, несколько серий назад, наверное, правильнее сказать, занимались удобрением полей. И вот бочка с удобрениями жидкими находится в КАМАЗе, в кузове. Так, вот ее надо, в общем, вытащить. И тогда КАМАЗ уже поставить на уборочную, прицепить к нему прицеп. КАМАЗ вон стоит. Так, встаем назад. Я прямо сейчас... Ага, здесь я не встану. Хотел встать прямо здесь. Тут у нас линия электропередач. Вот сюда сейчас мы с 101. И вот здесь я встану. И мы ее поставим здесь, вот, короче, где растяжки от трубы котельной. Так. Вот, вот так, я думаю, будет нормально. Раскладываемся. Ну, и приступаем. Так, а мне надо, наверное, скинуть. Она мне, в принципе, сейчас не нужна. Ну, эти стропы. Уцепляем. И поедем сейчас, в общем, из этого КАМАЗа надо выгрузить. Только единственное, что давайте я его, наверное, разверну, чтобы он не стоял сюда, этим, кабиной. А то, мало ли, вдруг что, сорвется, ну, бочка и по кабине. Вот это будет, конечно, весело. Вот так, как-нибудь сейчас я его поставлю. Вот, нормально. И будем разгружать. Так. 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 камазы, вот они все мои камазы, вон один стоит, вот второй, вон он третий, то есть все камазы на месте ну из тех которые остались в хозяйстве, потому что часть вузовиков как вы возможно помните была продана и заменена более мощными мазами вузы Опускаем. Так, ну и складываем в общем кран. Заводим комбайны и отправляемся убирать урожай. Так, запустились. Готовы выдвигаться. Едем убирать четырьмя комбайнами. Вообще у нас семь комбайнов. Два комбайна стоит на территории Мехдвора с кукурузными жадками. Потому что видите сколько у нас кукурузы просто с ума сойти. А также у нас есть комбайн Дон. Но мы его не используем. Это такой знаете больше музейный экспонат. Он правда уже там заржавел, сгнил. Может быть кому-то нужен Дон? Пишите, я вам его продам. Вот, но мы его в общем не используем. Наш старенький Дон 1500B. Так, в общем, двигаемся на поле. Будем убирать сегодня рапс. Я работаю сегодня на новом комбайне. Я думаю вам будет интересно посмотреть работу на новом комбайне. Такой красавчик в салоне. Все по последнему слову техники. Кондиционеры, электроника. Все как надо, короче. Может быть, конечно, это не так просто и топорно, и надежно. Но все-таки надо идти вновь со временем. Подъезжаем. Сейчас, в общем, раскладываемся и приступаем к уборке нашего вот этого первого поля. Красивого, большого, золотистого цвета. Красивого, большого, 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 большого. Так, ребят, разложились. Видите, у нас комбайнеры уже пошли. Приехал трактор с бочкой. Приехали два трактора с перегрузчиками. Так, давайте мы тоже запускаем комбайн. Так, здесь развернуто. Здесь развернуто. Так. Все. Так, ну, в общем, комбайн у нас пошли длинные. Вон. А мы давайте с вами сделаем, в общем, разворотку пошире. Ну, не понял. А, все, пошло. Все нормально. Вот такой, в общем, у нас новый здоровый комбайн Джон Дир. С большой вместительностью в бункере. Ну, сейчас как наберем полный бункер, я вам покажу, сколько туда вылазит. Ну, даже вот этими четырьмя комбайнами мы сейчас, я думаю, поле достаточно быстро уберем. Тем более, такой захват, такие жадкие, широкие. В общем, работаем. Так, ну, а мне здесь надо сделать разворотку получше и потом еще пройти именно края. То есть, тот край пройти разворотку, потом тот край выровнять поле и тот край поле тоже выровнять, чтобы у нас получились такие прям ровные, отрезанные прямоугольные участки. Ну, а пока идем, в общем, по кругу. Так, чуть-чуть надо еще туда выехать, к дороге, чтобы не пропускать ничего. Так, давайте посмотрим, что мы тут имеем. Вот, и вот здесь мне надо, получается, что сделать? Вот этот вот край сделать ровно. То есть, он тут, видите, тоже кривой, непонятный. То есть, я сейчас пройду, допустим, по GPS вот так туда прямо, и потом вернусь, сделаю его хорошим, ровным. Так, давайте, погнали. Комбайны уже ушли туда далеко, их и не видно. Так, ребята, в общем, здесь я, видите, все сделал. Кстати, урожайность очень классная. Видите, уже комбайны наполнились. Сейчас к ним подъедут эти перегрузчики. Там вот тоже уже наполнился Джон Дир. Ну, вот у меня в бункере тоже уже десяточка есть. А учитывая, что в RSM там всего, наверное, 10500, да? Ну, как в старом Торме 740-ом. Поэтому они-то вообще быстро наполнились. Ну, и он уже наполнился. Джон Дир, видите, тоже моргает. Сейчас к ним перегрузчики подойдут. Так, ну, а у нас задача, в общем, пройти вот здесь сейчас, выгружить возле болота, чтобы комбайн так случайно в болото не укатился. Вот. И там дальше также пройти. Так вот, пропускать, наверное, не нужно. Там дальше тоже пройти. Там, помните, у нас прудик есть. В общем, тоже там разворотку сделать подальше от прудика. Потому что те, кто... Старые мои зрители помнят, как мы в этом пруду топили технику, потом доставали ее краном. Кстати, кто помнит, напишите в комментариях, что это была за техника, что мы там топили. Может быть, кто-то реально есть такие олды, которые это помнят. Набрал я бункер, приехал ко мне трактор с перецепом-перегрузчиком. Так, давайте на него разгрузимся. В общем, бункер полный на данном комбайне имеет объем 14100 литров. Так что, вот такие вот у нас новые комбайны. Достаточно большие бункера. Но, в принципе, и искал я комбайны, именно с большими бункерами. Ну и чтобы были на колесном ходу. Потому что есть комбайны на гусеничном ходу. Или там такие, знаете, вот эти резиновые гусеницы. Вот. Такие комбайны мне были тоже не очень интересны. Но искал, чтобы на колесном ходу были. Так, ну ладно, мы с вами продолжаем работать дальше. Вон он, этот заполучный пруд, в котором мы топили технику. Поэтому мне здесь надо сейчас сделать нормальную разворотку, чтобы туда больше ни один комбайн у нас не улетел. Так, ну и после того, как я здесь отобью разворотку, буду вот этот участок, получается, вот с этого края до болота убирать. Чтобы здесь тоже был вот этот кусочек убран. То есть там, видите, я отбил прямоугольник. Здесь вот надо отбить треугольник до конца, чтобы до болота убрать. И получается, там уже тоже есть прямоугольник. Вот, а здесь надо сейчас развернуться и еще раз пройти в ту сторону. Но урожайность вообще классная. Ну, посмотрим потом в конце уборочной, сколько у меня получится убрать с этих полей по объему нашего урожая. Вот так вот. Так, появился, видите, второй комбайн С того края поля идет То есть он идет вон С той стороны А мне, кстати, сейчас звонил комбайнер Там Николай Николаевич Он уже ту сторону Полностью, получается, отрезал ровно Помните, я говорил в начале, что Пойду полностью по кругу, чтобы ту сторону выровнять Так вот уже Николай Николаевич там все выровнял Поэтому я решил туда не идти Так, а вон тот уже у нас 161 Тоже, видите, забился Ну, очень большая урожайность Прям реально классно Так, ну а мне надо, в общем, здесь вот Отрезать, в общем, вообще Этот клочок То есть сейчас вот я сюда дойду И сделаю Вот так вот Вот так вот Ну и буду убирать вот этот вот получившийся участок сейчас вот здесь тут подравняем с этой стороны набрал еще бункер давайте будем разгружаться так с того края но мы отсюда не увидим там уже пришли грузовики под разгрузку ну под перевозку точнее нашего урожая на склады, на сушилку перегрузчики работают с ними так, наверное все не влезет да, все не влезет потому что там в перегрузчике уже было насыпано, разгружено так, ну погнали дальше видите, тоже сколько убрали так что работаем так, добиваю свой участок ну и как вы можете заметить поле мы тоже практически убрали то есть там вот допустим для РСМ у 161 осталось прохода 2 тут вот этот кулачок по прямой, если смотреть его убирает Джон Дир ему также осталось проходик от 2 вот, ну и там получается ближе к поселку убирает у нас тоже РСМ 161 ну и там ему также осталось проходик от 2-3 то есть это поле мы убрали так ну помогать, наверное, никому не поеду сейчас они тут сами закончат технику будем ставить на полевом стане так, поедем разгрузимся вон Джон Дир идет с той стороны так, выставляем шнек так Джон Дир тоже бункер полный моргают эти маяки там РСМ наполнился вон к нему пошел перегрузчик видите в общем, работаем так ну и закончим за кадром поставим технику вот здесь на полевом стане на этом, в общем, все спасибо, что смотрели данную серию надеюсь, видео вам понравилось пишите комментарии читаю все отвечаю по мере возможности всем удачи всем пока ну и до новых встреч там кстати РСМ с той стороны видите, тоже идет как я и говорил ну и до новых встреч он